Привет, дорогие друзья! Мы с Таней решили записать для вас видео на тему ударения в русском языке. На самом деле, эта тема очень актуальна, потому что любой человек, который начинает изучать русский, сталкивается с такой проблемой, что не знает, где поставить ударение. Да, и многие русские тоже сталкиваются с этой проблемой. Да, например, есть такие слова, которые до сих пор многие произносят неправильно, с неправильным ударением. Самое бесющее, это, наверное, звонить. Ты мне позвонишь. Правильно? Позвонишь. Никогда не говорите позвонишь. Это ужасно. Позвонь мне, что ли? Как еще говорят? Нет. Ну, позвоним. Созвонимся. Созвонимся? Созвонимся? Вообще ужас. Созвонимся, да. Ну, и также бесит, когда говорят договор. Подпишите договор. Меня бесит. Я вообще не понимаю, как можно сказать это. Договор. 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 Последнее слово. Договор. Почему кто-то говорит договор? Ну, в русском языке на самом деле есть такие слова, где можно поставить ударение и так, и так. Например, творог, творог. Тебе как нравится? Мне не нравится творог, например. У меня мама все время говорит творог, и меня это бесит. А я говорю творог только. Только творог. Я говорю творог. Да. Причем мама моя никогда не говорит творог, и ее бесит, когда я говорю творог. Не можете договориться, да? Нет. Ну, а теперь мы с Таней будем участвовать в эксперименте. Как школьники. Да. Мы сейчас пройдем тест на знание ударения в русском языке. Ну, тут будут, конечно, такие не самые простые слова. Именно те слова, в которых часто сами русские путаются. Попробуем пройти этот тест. Ну, без ошибок вряд ли получится, но попробуем вместе и совместно не усиленно. Итак, первое предложение. Мы у тети Феклы ели больше из свеклы. Видимо, из свеклы. Да, получается, из свеклы. И второй вариант. Мы поедем в Карталы кушать блюда из свеклы. Карталы, что это? Видимо, город Карталы. Мы сейчас выйдем. Какой вариант ты считаешь правильный? Ну, я думаю, первый, потому что я понятия не имею, что такое карталы. Я думаю, что здесь подвох. Потому что мы говорим свекла, свеклы и так далее. Свекла мы не говорим, но я что-то такое припоминаю, что правильно говорить свекла. Мне кажется, это словарный вариант. Ну, вот, свеклы мы правильно отгадали. Здорово. А у Настины сестры все в полосочку шарфы. А у нашей Марфы все в полоску шарфы. Это вопрос с подвохом. Я говорю шарфы. Я тоже. Но что-то я подозреваю, что правильно шарфы. Или нет шарфы. Ну, типа шарф, шарф, а кто? Торт, торты. Шарфы. Шарфы, правильно. Ударение на третий слог ставим в слове каталог. Или есть аналог написать каталог. Ну, каталог же. А мне кажется, что каталог входит в договор туда же. Да, ну, каталог, вот как раз, да, вот меня бесит. Надо подписать договор, он лежит в каталоге. Но здесь есть аналог, то есть, как вариант. Но я бы первую выбрала, потому что каталог, но это мрак. Каталог, да, ну, мы сказали, не надо говорить про каталог, да. А, чем от солнца мается, я повешу жалюзи. Да, правильно шутка? Жалюзи. Поскорее привези для окошек жалюзи. Ну, это французское слово, жалюзи. Жалюзи. Чем человек счастливее, тем выглядит красивее. Чем улыбка веселее, тем лицо красивее. Красивее? Красивее. Да, красивый. Красивее, от слова красивый, мы молодцы. Что за странный джентльмен, настоящий феномен? О, да. Был найден осьминог огромный, и это настоящий феномен. А, ты знаешь, что я помню? Что про человека феномен, а про все остальное феномен. Да? Да, я так помню. И что же выбрать? Все, осьминог, это как бы феномен получается. Ну, давай, наверное, первую ждем. А, джентльмен, феномен. Ну, джентльмен, феномен, точно. Наверное, это так правильно. Давай первый выбери, да? Феномен? Ну, феномен-то тоже, тоже правильно. Феномен тоже можно. Но я помню, меня учили где-то, что если про человека феномен, про проявление, какое-то феномен. Видимо, надо говорить феномен. Ну, вот сделали ошибку. Чтобы слышать звуки лучше, музыку погромче включишь. Чтобы лучше спал малыш, колыбельную включишь. Включишь. Включать. Включишь. Включишь? Включишь. Включишь. Включишь правильно? Правильно включишь. Я в шоке. Я в шоке. Чтобы лучше спал малыш, колыбельную включишь. Включать, включишь. Включу. Включу, включать. Ты включишь музыку? Мы говорим. Ты включишь музыку? Мы не говорим, ты включишь. То есть, это грамматически правильно говорить. Включишь, но никто так не говорит. Никто так не говорит. Ну, что, дорогие друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо Тане, что приняла участие в этом видео. Всего, что позвала. Пока!